так ну что всем привет надеюсь слышно хорошо потому что у меня есть здесь есть чудесный внешний микрофон мы немножко разнообразить решили нашу обстановку которая у нас обычно на стримах и на видосах и я сейчас нахожусь на крыше на крыше дома своего сегодня у нас рубрика вопросы на ответы я оставлял в телеграме соответствующую тему и на ютюбе в сообществе поэтому будем сейчас отвечать на вопросы вопросы оставляли вы я на них предоставлю ответы наверное первое откуда мы начнем двигаться это youtube там немного всего лишь 17 комментариев а на телеге ваши вопросы 30 давайте начнем то мы так не закончим первый вопрос кто твой любимый зритель а вот если б ты смотрел внимательно пчел ты бы точно знал что самые любимые подписчики у меня самые любимые зрители подписаны на телеграм-канал ну по секрету скажу у меня теперь еще появился бусти и там прям самый любимчик при любимчике так что подписывайтесь туда и сюда и будете самыми любимыми как вообще мне начал играть в игры расскажи историю самое ранее мое воспоминание в принципе про компьютерные игры это где-то уже где-то возраст наверное 3-4 лет то есть в принципе когда мне еще было меньше я по-любому то есть проводил время на коленках у отца когда он играл в компьютерные игры но еще до этого времени пока мы жили в другом доме у брата было дэнди и он в него играл так что по-любому я там тоже что-то смотрел самая ранняя игра которой я помню когда я начинаю про нее говорить все типа таки ой да я точно знаю но на самом деле нет это прям для древних для древних ребят это называется игра подземелье кремля я ее можно прямо сейчас найти на ютюбе я смотрел геймплей конечно графика и все прочее там жестко всратая подземелье кремля то есть про кремль отечественный разработчик даже делали так что прям сразу свой продукт получается щупал монстр она как по моему стрелялка шла и там надо было вот этих 2d шных монстров убивать и я в нее не играл я то есть смотрел как в ней играли самая первая вот игра в которую я играл вот тут вот хоть убей я не вспомню то есть там для меня просто в какой-то момент когда меня пустили за компьютер или за дэнди открылся целый мир то есть у дэнди у нас там было огромное количество картриджей и у компьютерных игр то есть там тоже было уже не на дискетах но на дискетах я тоже застал поиграл в цивилизацию по моему первую на тот момент и там еще несколько тоже в сратах игр было рассказать историю прям но я не вспомню то есть какую-то конкретную будет ролик где я прям обозрюю всю свою игровую жизнь как она у меня от самого начала и до самого к текущему моменту самые знаковые то есть я не буду какой-нибудь условно зуму вспоминать или арка ноет но вот те которые я вот вспомню которые вот свое время оставили след на моей душеньке по типу корсаров вторых пират карибского моря по типу морвинда и так далее ну да я бы хотел рассказать сделать прям здоровый такой длиннющий ролик и там прям рассказать все чего я думаю все что вот могу вспомнить все что вот запомнилось мне с тех самых времен самые теплые теплые воспоминания а так из кстати чего могу вспомнить про первые компьютерные игры то есть у меня есть старше брата на 10 лет старше и у него был компьютер то есть у меня компьютер намного намного позднее появился ну и я у меня короче был маленький стульчик табуретка я ставил стул рядом с ним прям маленькую такую вот карликовую табуретку она у нас кстати до сих пор дома осталось я ставил стул вот эту бредку рядом с ним и смотрел как он играет и и однажды я все-таки уговорил ну получается мать матушку мою любимую стребует короче с брата чтобы он меня посадил и включил мне игру ну короче этот засранец сразу сказал что у меня ничего не получится и включил мне хитмана ну соответственно целиться я не умею ходить я пока не умею и вообще что делать я не знаю то есть у меня там буквально знание может быть на то что если бы не сказали вот те стрелочки вот по ним щелкай а чтобы вот именно взять переодеться что там даже выйти из двери то есть там на какую-то кнопку е или f надо нажать я настолько не был преисполнен ну я короче застрял на каком-то складе он короче вот так вот на меня пять минут попялился и вытрел меня в итоге да учился ли в универе да если да то как можно справляться со сменой обстановки может есть какие-нибудь советы особенно по жизни в общежитии понял видимо на релевантный в настоящий момент для человека вопрос я не переезжал по сути то есть учиться я учился в университете в плане общежития у меня такого опыта не было если ты планируешь переехать вообще в другой город и хоть какие-то финансы есть если давай по-другому если есть возможность снять с кем-то жилье хотя бы там напополам или вообще есть вариант даже одному как-то снять я бы снял какую-нибудь студию или однушку в настоящий момент потому что общежитие от конечно жесть полнейшая жить какой-то толпой и так далее но это наверное по характеру зависит то есть у меня нету такого то что я испытывал какой-то страшные необходимость в человеческом прям общении и мне прям необходимо чтобы вот это вот все рядом было я думаю если ты задаешь такой вопрос то плюс-минус ты тоже как бы не экстраверт не интроверт вернее раз ты подожди не экстраверт раз ты как раз паришься по поводу того как справиться со сменой обстановки то есть ты больше в себе находишься так что я бы вот что-то с жильем придумал или гораздо позднее когда вы как бы там в какой-то группы закрешитесь уже образуется какое-то у вас коллективчик и у тебя появится друг который ну в общем разберете с кем что снять либо если это все-таки общага денег нет и все такое то тут как бы адаптируйся каких-то советов от меня нет наверное кружку какую-то замок надо купить и от тараканов какие-то дихлофосы но дай бог тебе они помогут потому что на общагу это страшное дело там в любой мне кажется самый блин даже классной общаге там будет какой-нибудь один всратый долбан который не будет следить за своим за своей комнаты за своей обстановкой разосрется и появится таракан вот а по поводу смены обстановки то есть у меня был вопрос скажем так когда я переходил с четвертого класса в 5 у нас перевели в другой блок и я тип такой офигеть то есть я должен ходить что-то по этажам скакать вместо того чтобы просто прийти в один класс и там учиться и вот тогда у меня как бы когда универ пришел мне как бы не было такого типа я приперся все я здесь не было у меня таких мыслей то что учат волнулись и так далее вот на тот момент я подумал то что сложновато но время в любом случае разберется лечит и так далее так что найдешь себе каких-нибудь корифанов с которыми можно плюс-минус нормально общаться и или корифанш и будет все отлично так что просто нужно вливаться в это все и так далее может попробовать для начала еще на первом курсе какую-то плюс-минус активную студенческую жизнь том плане не просто ходить на тусовки хотя я на первом курсе даже пытался и на дискотеке это дискотека черта деле называется я в общем ходил на какую-то тусовку от ну типа не неофициальную какую-то с бухлом и так далее она скорее официальную на посвящение там и так далее где было много студентов и я я до сих пор также танцую просто вот так вот делаю и ногами вперед-назад в чем сам его один из самых сратых вечеров которые когда-либо проводил но понимаешь вот это все надо попробовать для того чтобы просто потом понять нравится тебе это или нет интересно тебе это или нет я понял что мне это неинтересно каких-то советов прям вот дать не смогу пожалуй это просто ну адаптируйся вливайся в это все прямо с головой не парься и делай и все будет можешь париться но не слишком сильно парься как семья относится к стримерству особенно когда ночами орешь что он сдох он сдох он наконец-то сдох алина спасибо за вопрос да нормально в принципе то есть нету какого-то такого разлад разногласий или такое что типа я выхожу из комнаты после стрима мне такие боже мой как твои стримы уже задолбали когда же ты наконец-то это бросишь нет такое бывает знаете не такое прям но бывает после марафонов когда я просто выхожу вот такой вот в усмерти просто на меня такие смотрят типа да димас тяжело тебе а так ну нормально все относятся нету вот такого что типа все аплодируют мне типа таки да вперед продолжай стримить мы верим тебя ты самый лучший ты самый замечательный пол то чем ты занимаешься это просто самое лучшее чем ты мог бы когда-либо заниматься ты шикарен ты великолепен мы поддержим тебя в любой этой такого нет увы но как бы не мешают она том спасибо танюха вот если уж брать в расчет конкретно татьяночку то да тут безусловно поддержка и все такое но вы видите ну как можно как бы спрашивать когда когда я кидаю клич бутербродный и мне приносит бутерброда такой просто не просто колбаса сверху на хлебе а там прям работа про была проведена огурцы там кетчуп все такое зеленушечка все хорошо то есть таня нормально прям она поддерживает чем может то есть на марафоны если бы понимаете тот же если бы была какая-то какой-то конфликт данной ситуации мне бы не отпустили на какой-нибудь марафон четырех пятидневный все равно провожу и все здорово так что все нормально все отлично ты говоришь что у стримера нет цели только путь но все же к чему стремишься есть понимание кем будешь через год два-три какие планы сережа я на такой длинный период не планирую то есть я на самом деле такой человек который живет ну не одним днем да какие-то планы я в любом случае строю но прям на долгосрок я такой не лупашу нет такого понимания что будет происходить даже ну вот условно там через годы как раз три то есть на такой срок я в любом случае не беру а в плане стример ства ну как по моему кто-то уже тоже где-то говорил по моему юра битры своих роликов но там он мне кажется немножко лукавил это как отмазка такая звучал но забавно то что стримерство это такая штука то что сложно оценивать именно результат там и так далее то есть тут не получится планировать то что вот в следующем году у меня будет уже столько подписчиков и так далее это не подходит под такую штуку потому что это как такое знаете творчество то есть какой-нибудь ван гог при своей жизни жил типа таким бедным а по факту его сейчас карьер картины продают за миллионы миллиарды и так далее то же самое и здесь то есть может выйти мои стримы оценивать после смерти нет может и быть на самом деле но в плане именно планирования какого-то здесь супер сложно что-то как-то планирует я бы даже сказал невозможно оценивать грядущие результаты то есть я могу о них только мечтать но именно думать то что они в исполнятся или нет не получится то есть это можно даже посмотреть по результату моего первого марафона то есть там первый марафон набрал 55 по моему тысяч просмотров я такой подумал то что ухты типа вау если получается каждый так марафон будет набирать то соответственно там ну классно будет я решил стартануть второй марафон и он набрал там по моему тысячи две что ли он там даже некоторые стримы что ли не переплюнул и то есть в принципе то есть скорее всего здесь тема то что я отрубаю постоянно его каждые 12 часов если бы это просто был монолитный кусок то было бы круто ну и возможно потому что на тот момент это было ну среди там муру сегмента наверное один из первых таких марафонов за последнее время скорее то есть там кто-то до этого что-то подобное уже тоже делал я видел но как-то там качество немножко всраты у людей было вот а впоследствии то есть видите они просмотры сейчас жестко стухли поэтому на планировать вообще не получается вообще как еще раз вопрос звучал то есть к чему но все же к чему стремишься а здесь короче у меня мотивация жесткая и понятны деньги нету вообще такого то что в первую очередь то есть это именно затея была затеяна весь этот бизнес блин все это дело было затеяно ради того чтобы получить какие-то деньги потому что там как короче такая длинная история я уж не знаю насколько я хочу рассказывать связанные как раз с работой с нежеланием работать с желанием проводите время больше семьей и конечный итог в плане того что захотелось именно получать деньги за как раз за то что я могу делать сам это что я могу делать сам то есть здесь вопрос такого и кигая даже стал и короче мой замечательный друг и вдохновитель пижама папка пижама кс-2 пижаму но у скоб 360 рус начал как раз стримить тогда когда у меня скажем так был жесткая просадка в мотивации в настроении короче такая не то что апатия но вопрос скажем так что делать дальше и вот он начал стримить и я такой смотрю и мне нравится то чем он занимается я такое думаю я же я просто до этого тоже стримил несколько раз начинал но это прям такие типа и если я скажу сейчас сейчас то что типа я уже стримлю 10 лет это будет жесткое лукавство хотя наверное первые стримы где-то подрубались как раз лет 10 назад то есть тех пор я в любом случае как-то power up но скилл и много чего другого но это было крайне нестабильно то есть вот сейчас мы этот ролик делаем к году того что я прям стабильно делаю стримы то есть нету такого что я вот просто захотел стримлю захотел не стримлю не стримлю там месяц и так далее то есть если есть какие-то обстоятельства и единственное только по типу как раз заболел или что-то дома скажем так тогда я отрубаю ну то есть нет у меня в день стримов в остальное идем четко по расписанию все нормально иногда крайне редко конечно получается подрубить что-то еще внезапно вот а так к чему стремлюсь было бы здорово собрать именно какой-то прям заработок то есть донаты они крайне нестабильны и было бы здорово как раз собрать какой-то скажем так минимум для существования на бусти в плане того что как раз ребята берут поддерживают подписываются потому что это идет как обычная зарплата по сути стримеры то есть донаты вот кто-то пришел задонатил все ушел нету людей а на бусти то есть там самые лояльные я почему говорил самые любимые потому что я чувствую скажем так то что люди поддерживают меня в данной ситуации то есть там конечно идут какие-то плюшки по типу вы заплатили столько денег попали у меня в монитор на экране ваш никнейм высвечивается за определенную соответственно уровень вознаграждения озвучила вам отдельная благодарность за отдельный уровень я поиграю в игры которые вы выберете но скажем так это просто такой небольшой бонус в остальном я чувствую то что люди дают в данной ситуации мне именно прям ну вот знаете короче момент из оппинга в наруто где они там девятый кажется я не ладошкой вот так вот делают и типа помогает ему взлететь вот я чувствую то что эти люди они мне подталкивают они вот как батут работают как будто они мне крылья дают то что они мне здорово помогают даже если там например у нас сейчас по моему один человек который подписан на 100 рублей это настя я вот знаю то что этот человек вот вот он дает 100 рублей он готов меня поддержать на 100 рублей и он поддерживает меня на 100 рублей в месяц и мне очень приятно то что люди поддерживают меня в данной ситуации поэтому было бы здорово получить какой-то минимум такой зарплатный на бусти и после этого уже конкретно прям вот всецело целенаправленно погрузиться здесь в творчество потому что задумок миллион и целая коробка а времени на то чтобы это реализовывать ну крайне мало то есть выходные считаете я провожу только семьей и вот вечером с вами я очень безумно кайфую от времяпрепровождения на стримах то есть за год на самом деле здесь вообще ни черта не поменялось мне вот это как нравилось так и нравится то есть я думаю многие это как раз чувствует потому по моему не закрывающемуся рту то что мне вот прям хочется общаться хочется веселиться хочется проводить время вместе с вами это супер здорово и недавно общался еще с это все по тому же вопросу недавно общался с нормально недавно общался с сончик сам и прозвучала такая хорошая я даже сказал отличная мысль которую ранее я как бы не до конца в своей голове прорабатывал думал и так далее но вот он ее скажем так лаконично извлек и я прям такой да класс стример считается успешным когда вокруг него создается какой-то классный контент это просто база да то есть честно говоря если бы я получал какой-то вот нормальный уровень в плане денег то я не планирую то есть покупать себе острова самолеты и так далее честно говоря и были бы деньги мне бы она нахер и не сралась но вот именно кайфовать проводить время с кайфом это да это здорово поэтому получая какой-нибудь достойный минимум зарплате для того чтобы я мог существовать я бы вот как раз следующая ступень вот закрытие базовых потребностей и потом уже чистый кайф с комьюнити то есть мне очень нравится почему вот эти все конкурсы и так далее устраивал потому что это же так весело черт подели смотреть на все эти мемы смотрите на видосы которые ребята делают это мне это очень нравится и это просто обожаю то есть даже сейчас спустя большой период отрезок времени я захожу в тему как же она называлась там конкурс мемов и смотрю на мемы которые ребята делали да моя комьюнити самый лучший черт подели там такие конечно гэги ловил здорово поэтому как он там еще раз написал несколько букв а мне уже вон сколько приходится трепаться стремлюсь стремлюсь к закрытию базовых потребностей посредством получения определенных денег от моих дорогих друзей и чисто ловить кайф здорово хотел бы посетить другие страны и их достопримечательности хотя лучше по-другому какие достопримечательность хотел бы больше всего посетить многие я думаю знают то что я страшно прям люблю японию наверно блин каждый анимешник черт подели любит ли японию поэтому я хотел бы посетить страну до восходящего солнца посетите и по моему в марте или в апреле как раз когда там цветение сакур происходит по крайней мере опять же в японских японской анимации это все изображается просто безумно красиво хотелось бы ваочи увидеть и в принципе вот этот весь азиатский стиль конкретно в японии буддизма вот эти все синтаистские храмы они безумно красивые я бы хотел посмотреть вот то есть недавно был в элисте посмотрел вот тамошние храмы буддийские мне очень понравилось здесь несколько фотографий я думаю они сейчас плюс-минус высвечивается на экране где-то тут мне нравится вот такого типа архитектура в японии то есть это как раз сосредоточение и технологии и при этом традиции черт подери то есть это как в россии на самом деле у нас страны в этом плане достаточно схожие то есть мы не запускаем к себе страну вот эти срады из западные ценности а мы вот конкретно вот идем традиционным путем то есть и при этом все равно стараемся двигаться вперед европа нахер все там повымирает как однополые будут плодиться да не получится а у нас все будет процветать еще какие достопримечательности то есть париж многие говорят то что это всратый город то есть там он супер грязный и вот эти все эфелевы башни не хотел бы посещать в принципе не интересно во франции в принципе мне кажется ничего интересного для меня нет вот я бы побывал еще в италии хотел бы посмотреть колизей там говорят толпа нахер страшная но вот хотелось бы мне побывать в колизей посмотреть внутри его возможно еще как-то хотя туда внутри обычных туристов не пускают хотел сказать колосса радовского да вот колосса радовского я бы хотел посмотреть но увы я его уже не увижу а так в детстве вот у меня была такая безумное желание то что посмотреть на него воочию. А так больше, я думаю, нету ничего такого, чего я хотел бы прям посмотреть, достопримечательностям. Мачу-Пикчу, черт подери, да. Я бы хотел посмотреть на Мачу-Пикчу, вот я вспомнил. Красиво, там безумно зелено, там очень высоко, горы роскошные. И Кремль я бы, наверное, хотел посмотреть. До сих пор не было толка в Москве, то есть там я только проездом был на 10 минут, там, наверное, была остановка, когда я в Питер ездил. Вот на Кремль я бы еще посмотрел. Вот так. Привет, служил ли ты в армии? Если да, то в каких войсках? В диванных. Будут ли другие соулс-челленджи, кроме марафонов? Например, ран без смертей или ран каким-нибудь сратым билдом, типа магов DS2? О, всемогущий. Соулс-челленджи обязательно будут, потому что видимо, я уже скоро начну с ними, я уже, наверное, с ними ассоциируюсь. И идей, опять же, много. Многие, кто смотрит прям на постоянной основе, уже несколько точно знают, могут прям сходу знать, что я хочу в ближайшее время сделать. Это два варианта. Это конкретно... Стоп, какой два? Да, два. Это не то, что соулс-челлендж. Соулс-челлендж. Это именно просто пройти полностью с рандомайзером, потому что мы тогда не закрыли Dark Souls 3 с рандомайзером. Хотелось бы прям все три части лупануть. Может быть, после того, как я хотя бы увижу, как это плюс-минус работает, может быть, даже с этим состряпать какой-нибудь марафончик. И пройти Dark Souls 3 для начала на танцевальном коврике. Кто опять же смотрел стрим, который у меня был на дне рождения, было там такое у нас развлечение. Супер здорово, весело и интерактивно. Совершенно не интерактивно для вас, потому что чат я вообще по минимуму читаю. Но именно то, как это проходить, это просто срань безумная. Потому что, ну вот, ногами вообще не то же самое, что играть руками. Поэтому весело, но тяжело. А так, хотелось бы сделать все-таки ранд без смертей. И марафон, я думаю, будет у нас однажды такой, то, что я пройду хотя бы первые три части Dark Souls без остальных там пока что дополнительных игр, без смертей. Я раньше, во время первого марафона я над этими всеми заявками просто ухахатывался и говорил, да не будет такого, никогда такого не будет. Но сейчас, к настоящему моменту, после вот этого всего бэкграунда, который у меня уже есть, я, честно говоря, даже чувствую в себе силы. Так что, вероятно, что такое будет. Вдохновлялся ли ты кем-нибудь из тогдашних стримеров? Если да, то кем? По сути, вдохновил меня полностью вот это все сделать. Это мой дорогой друг пижамы КС-2. Не было, то есть, такого, что я именно кем-то еще, пожалуй, вдохновлялся. Я вообще стримеров не смотрел и не смотрю. Но именно я просто в нарезках сейчас некоторых стримеров смотрю. Буквально, на самом деле, одного. Ну, ладно, может, еще Папича, потому что, ну, наверное, сейчас Папич просто везде из каждой бочки высовывается, поэтому сложно его, наверное, не увидеть. И тем более, там что-то написано кликбейтное, и ты такой, ну, давайте посмотрим. А там Папич опять. А так, смотрю в нарезки ББМ. Нравится мне тоже, как ведет человек свое комьюнити, как ведет свои... Ну, стримы я не смотрю, просто скорее нарезки, опять же, его смотрю. И в нарезках сила. В нарезках. Вот спросите у меня, в чем сила, я вам отвечу, в нарезках. Для стримера, для того стримера, который делает действительно хороший, качественный контент, это в нарезках. Так что надо, надо уже кого-нибудь, походу, это нанять. Запрять. А так, больше никем. То есть, вот Саня стал стримить, я посмотрел, я вдохновился, я прям захотел тоже это сделать. И вот... И я сделал. Какие игры будут еще? Слышал то, что сейчас выходит Assassin's Red Shadows. Играть мы в него, конечно, не будем, но вот такая игра будет. Будет ли Plants vs. Zombie? Да. Будешь ли делать реакции на стриме? Кажется, я уже делал какие-то реакции на стриме? Да, в принципе, то есть, периодически, когда что-то интересное залетает именно в чате, я могу спокойно зайти, просто посмотреть на это, для того, чтобы, ну, увидеть воочию, как, когда мне написали, кто такие квадроберы. Нет, подождите, эту срань я сам нашел где-то в интернете. Хобби Хорсинг. Такая всратая вещь. Если вот ты не видел, зайди, посмотри, дружище. Черт подери, это такая ржачная срань. Да, срань. Реакция на стриме. Мы сейчас, мы, Дмитрий Алексеевич, планируют сделать переформатирование предложки. Раньше у нас предложка была такого формата, то, что вы пишете туда, какие игры хотите, чтобы я поиграл и я играл. Я прошел все игры из предложки, которые были предложены, и уже ничего не осталось, никто больше не писал, и поэтому я был вынужден закрыть предложку. Предложка в настоящий момент прикрыта, но я планирую ее переформатировать. Как раз тот формат, то, что вы скидываете туда какие-то, скорее всего, ролики, действительно интересные, хорошие что-то в этом роде. Я именно во время какого-то определенного стрима просто туда захожу и смотрю, что вы скинули. Соответственно, это все будет в любом случае модерироваться, потому что, ну, не знаю, какая-нибудь срань мне там не нужна, и если там действительно какой-то годный контент, на который стоит посмотреть, да, я бы с удовольствием на него посмотрел, но вот срань будет удаляться модераторами, так что не надо так. Будет ли прохождение всех частей Дакар Фэнтези на один левел? Во-первых, я не знаю, что такое Дакар Фэнтези, дурачок. А во-вторых, если ты имеешь в виду Дарк Соулс на первом левле, мне не очень интересно. То есть, без смертей, я думаю, мне было бы интересно пройти, а вот без урона и в данном случае на первом левле, это просто как жестко задрачивать все тайминги мира, для того, чтобы как раз все парировать. Ну, мне не интересно. Я после этого просто не смогу вообще в эту игру играть, потому что она для меня станет, ну, прям неинтересной и супер скучной. В настоящий момент я даже сейчас могу, несмотря на вот эти все свои марафоны и так далее, зайти в эту игру, в любой из Дарк Соулсов и прям просто с кайфом поиграть, побегать, что-то там пособирать и так далее. А в данной ситуации став таким образом мастером над этой игрой, я просто потеряю всякий к ней интерес. А как к тебе пришла идея стать стримером? Подсмотрел у другого стримера. Как дела? Нормально. Я бы даже сказал, хорошо. Ты когда-нибудь врал на стриме? Нет, я никогда не врал на стриме. Почем арбузы? 30 рублей килограмм. На кого ты учился? Я специалист социальной работы. Бакалавр. Что думаешь о своем будущем как стримера? Да, в настоящий момент я не планирую как-то заканчивать, то есть у меня пока что все идет достаточно неплохо, как я могу судить для себя. Будем развиваться. Так, вот именно каких-то конкретных действий нету, кроме опять же вот того, что в ближайшее время у меня в голове есть. Не знаю. Думаю то, что буду процветать. Как ты пришел к тому, чтобы стримить? Ну вот, там частично был ответ получается на серьезный вопрос. То есть я должен был пойти на одну, уволился, короче, с работы, пошел на другую работу и она была пятидневкой. С девяти до шести плюс я ездил туда один час и обратно один час. То есть я уезжал где-то, выходил из дома в семь, например, сорок и приезжал домой я в тоже где-то в седьмом часу. и для того, чтобы пообщаться с сыном у меня по сути уже времени не было в рабочие дни пять-два, а на выходных я по большей части думал о работе, потому что это была новая работа и я не мог толком отдохнуть даже. То есть я в таком темпе проработал, по-моему, как раз две недели и я понял то, что, во-первых, график пять-два мне не устраивает, во-вторых, работа уже не на удаленке для меня тяжело идет, и в-третьих, я не хочу работать пять-два, потому что это пять дней в неделю проводить без своей семьи. Я очень сильно их люблю и я не хочу для себя именно такой жизни. Черт подери, я буду зарабатывать меньше денег, но я буду с ними сейчас. Если понадобятся деньги, то я их найду. А если я могу именно не проводя так много времени смотреть еще помимо своей работы, как мой сын пробегает и видеть, как он растет, ну, для меня это, пожалуй, самое дорогое, что я могу получить в этой жизни сейчас. А, так вот, как я пришел к тому, чтобы стримить. Ну, и вот я уволился и дополнительные деньги я вернулся на прошлую работу, а там я зарабатываю копейки, ну, сущие копейки. И поэтому была необходимость в каком-то дополнительном заработке. Я думал о том, чтобы пойти каким-нибудь курьером начать кататься на велосипеде и доставлять продукты, но вот как раз я увидел пижаму и подумал, что может быть стоит какой-то попробовать контент сделать, потому что есть у меня желание, есть у меня всегда было к этому желанию и предрасположенность, может быть, стоит попробовать наконец-то. Ну, вот, собственно, мы сейчас здесь. какое заклинание ДС-1, ДС-2, 3, Элден Ринг ты хотел бы получить в реальной жизни? Я не знаю там ни одного заклинания, но вот хоть убей. Я не смогу сказать даже выздоровление, лечение, восстановление, наверное, есть такое. Вот, хорошее. Такое, оп, поранился там или ногу тебя нахер отрезало, а ты такой, восстановление, и вот нога на месте. Хорошее. Как ты познакомился с Таней? Да, найс вопрос. В университете. По сути, самая первая наша встреча была на, соответственно, прям, скажем так, дне, когда мы здоровались, знакомились, здоровались, знакомились со всеми первокурсниками как раз, и мы в одной группе были, поэтому, ну, мы типа такие, привет, привет, там, все просто друг с другом поперезнакомились, все, разъехались. А так, более тесно мы начали общаться с одной конкретной фразой. Мы сидели, короче, с пацаном на второй партии, а она сидела на первой партии. И мы, короче, с парнем разговаривали по поводу аниме, и она повернулась. Короче, это было вот так. Еще один анимешник. Короче, это была жесткая срань. Сложно, да, вот с таким человеком потом еще как-то отношения завести еще ребенка, но у меня получилось. Так мы начали общаться более тесно. Может быть, не конкретно с этой фразы, но одно из самых первых, чем вспоминается, это вот этот момент. Будет ли когда-нибудь Нои там? Возможно. Будешь проходить Боши полностью? никогда любимые боссы в соусах но если конкретно не брать секера потому что секер там исин я бы точно сказал если вот среди этого мне нравится душа пепла орденштейн и смоук черт подери мне да он тоже нравится мидир кто правит миром масоны кто такой антон иванов я не знаю как долго будешь держать революционера в подвале не скоро когда отдашь дэну модерку никогда я по традиции про любимую игру хотел бы вторую часть секера что не понравилось в игре чего не хотел бы видеть в возможном продолжении какие общие минусы можно выделить и как их можно было бы исправить хотел бы вторую часть секера да то есть они в одной из секретных концов как бы оставили сюжет открытым то есть можно было бы сказать что вот это true концовка и продолжить все это дело уже где-то вон там собаки лают интересно вот на микро это слышно что не понравилось мне в игре чего я не хотел бы видеть возможным продолжением ну наверное какой-то мне безумно понравилось то что нету никакой прокачки нет вот ничего черт подери и вот там от чисто правит скил если ты прошел сейкера тот и молодец ты прошел сейкера через парирование через превозмогание и ты самая жесткая ватрушка ты красавчик ты прям ох вот такой драк соусах там вот все в элден рингах есть перекач есть какие-то читерские билды и все такое здесь такого нету это здорово хотя вот многие проходят через и тимонзи какой-то двойной постоянно лупят его на боссах и босса просто станется некоторые проходят через клинок бессмертия тоже об стоян юзы он там сбивает жестко стамину но вот это в любом случае не так по своему читерство ощущается как некоторые другие механики опять же в соусах или там какие-нибудь катаны в элден ринге то есть такого нету поэтому мне вот это понравилось я бы что-то подобное оставил единственно может еще где-нибудь поправил баланс и вынудил бы прям игроков только постоянно нажимать на кнопку парирования чисто вот чтобы не было других механик не было никак возможность по-другому пройти и блять мучаетесь только так и селья вот а что не понравилось секера не понравилось ну короткой я бы ее не назвал то есть вот когда проходил первый раз было супер здорово супер классно локации достаточно все такие неплохие даже вот когда в этот божественный мир телепортируешься уже как-то вот там цветной там опять же разнообразим все жестко пышет поэтому наверное я бы хотел увидеть еще больше разнообразия какого-то может болото что не понравилось да и не знаю не могу сказать что мне не понравилось потому что как я уже говорил секера одна из моих таких любимых игр на ровне с бладборным то есть даже не могу ничего вспомнить такого что мне бы не понравилось и общие минусы можно выделить но по-моему мы с тобой как раз на стриме что-то рассуждали и ты больше скажем так рефлексировал и думал на эту тему вот у меня прям каких-то таких мыслей нету почему ты захотел создать свой канал на ютюбе блин это было в 2011 году кажется 13 лет назад наверное для того чтобы пилить ролики да пожалуй для этого кто послужил в предвижении послужил вся дремляндия ребята все все послужили в продвижении а так конкретно на моменте созвучка и так далее ну я вот не сказал бы то есть что кто-то прям так прям здорово сильно помогал были отдельные прецеденты были отдельные всякие ситуации когда можно было на кого-то понадеяться что-то попросить что-то сделать и так далее когда сериал создавали там определенный тоже пул людей был который послужил в развитии канала или опять же там в некоторых моментах мне андрей манер помогал с записью звука и так далее обработкой но вот прям вот на тот момент до стримов там не было такого служителей блин послужников а сейчас да вот здорово то что вот все ребята которые вот сейчас модераторы они можно сказать алды на канале самые конечно здоровские помогатели это у нас пижама и андрю шан манер вот им прям большое спасибо ну и в настоящий момент можно еще сказать то что у нас вот как я говорил все бусеры ребята которые окрыляют и топ донатер ну вы видели там ребята конечно всемогущий там антон иванов он и на бусти еще и в топ донатерах ну короче вот все ребята которые в топ донатерах это опять же они не на бусти многие опять же но они помогли мне вот прям вот типа не ежемесячно но вот тебе вот прям на тебе вот прям вот вот этот кейс скрывают вот это тебе ты хорош почему из-за чего сменил направление канала я занимался раньше озвучкой то есть у меня вот как раз первые 13 тысяч зрителей подписчиков набились за счет именно озвучки и потом у нас все это дело пошло на нет потому что мне кинули несколько страйков поэтому я был вынужден как раз озвучка перестать заниматься когда новый сезон маньяков кубическом мире не уверен почему ты попал мне в рекомендациях момента стрим по stalker тени чернобыля здесь надо разобраться более детально с как работают рекомендации в принципе youtube а если брать в расчет то что тебе в принципе нравится тень чернобыля и stalker и у тебя на аватарке меченый то тогда когда я запустил стрим скорее всего как раз рекомендации они как раз и высветились тебе и многим другим людям которые любят эту игру и смотрят по ней какой-то контент релевантный и видимо не зря потому что ты увидел ты зашел ты подписался красавчик какое твое любимое животное котики будет ли cuphead без получения урона или на все ачивки без получения урона на самом деле можно было бы пройти а вот на все ачивки я не совсем уверен как их получать просто а так без получения урона быть может когда-то что-то подобное тоже можно пройти потому что игра на скеле игра вот чисто такая на кайфе можно было бы это пройти не за один раз скорее всего не в режиме марафона то что в этот начало и до конца я прохожу а вот конкретно вот просто постоянно перезапуская и делая это все без урона думаю да это вполне можно было бы сделать когда новая глава dream сезоны скоро зави свои самые нелюбимые игры которые даже спустя большое количество проведенного в них времени вызывали негативные эмоции и до сих пор вызывают при воспоминании я не привожу я не провожу в играх которые мне не понравились большое количество времени то есть если она мне не нравится то я ее дропы единственное что можно вспомнить из того что я прям так долго играл это четыре часа на боши три часа на боши еще час смотрения спидрана я никому не пожелаю просто такого ада когда нью скоро скорее всего я сегодня буду допроходить радана подождите вначале санса а потом радана и вот если я вот это все дело до пройду за сегодня если мне так фортанет то я закрою разом целых две игры ребят представляете elden rings dls проклятая игра и undertale и у меня наконец-то откроется время для каких-то других проектов по типу гостов цусима чем я там еще лежит в коробке elden shadow of colossus или наконец-то resident evil 2 так что скоро наконец-то пойдут опять новые игры нормальный назови свои самые любимые игры которые даже спустя малое количество проведенное в них времени вызывали положительные эмоции до сих пор вызывают при воспоминании не знаю опять же если мне нравится игра то я в нее играю много то есть опять же пример того уже секера когда она я его прошел я понял то что мне игра безумно понравилась и сразу захлеб еще два или три раза прошел сразу после этого конечно у меня небольшая интоксикация была секера в организме я другу не не смог играть в игру больше и не запускал ее несколько лет но в целом игра очень понравился то же самое можно сказать про например skyrim то есть я его наверное многие как раз не зря его перепродают уже такими пачками и на этом и на этом и на сем люди покупают люди хавают потому что игра правда классная и несмотря на то время которое вы там можете провести вы всегда можете найти там что-то новое то есть вам и старое будет интересно достаточно пройти но и новое вы там что-то точно идете мир очень большой мир очень интересный вот среди рпг шик в последнее время не выходило таких классных интересных 2011 году черт подери она вышла уже 13 лет и до сих пор нормального ничего не вышло не пора ли уже пойти убить медира нет когда будет мой стрим не знаю когда будут все dark souls и без смертей подряд когда конкретно не могу сказать но идея есть и здравствует последний вопрос бывало ли что тебе казалось что ты запустил стрим но на самом деле нет и ты какое-то время разговаривал сам собой но на первом этапе такое бывало но там я быстро достаточно мог уловить то что стрим не идет то есть как раз там две-три минуты максимум по той причине то что для того чтобы запустился стрим на ютюбе там нужно нажать на две кнопки если на twitch то там одну а на ютюбе 2 то есть ты как раз на оба и щелкаешь кнопку запустить трансляции потом уже в ютюбе запустить трансляцию ну то есть на твиче сразу видишь что что-то пошел а на ютюбе можешь лохануться потому что ты в прероле там видишь то что ты уже анимация пошла что ты стримишь а кнопку ты не нажал но вот самый большой затуп был как раз на марафоне где не выключил стрим когда пока и так далее так далее что там написано пока я не пройду все как раз 7 игр где мы в итоге прошли 9 игр потому что там я полчаса стримил на твиче и только после этих получаса я увидел то что я не запустил стрим на ютюбе то есть стрим на твиче на вк-плее был а на ютюбе не был и это было да я вспомнил что я тогда стримил это как раз было начало по dark souls то есть я первые полчаса dark souls и не простримил первого и тогда я прям так сильно расстроился но не прям расстроился но это было знаете таким большим затупом стрим называется не выключу стрим пока вот это то 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 а я в итоге выключил стрим и полчаса буквально его не было то есть в остальные моменты это мог отойти уйти и так далее но стрим то был всегда запущен по сути там небольшие всегда были задержки в одну-две минуты между трансляциями а здесь прям но вот прям отрубился отрубился еще и часть стрим простримил я в общем да вот такая вот штука ну что народ это была вторая уже сессия ответов на вопросы первая была на каком-то далеком-далеком стриме там были своеобразные вопросы в принципе и сегодня без них не обошлось но так или иначе я постарался ответить на них на все плюс минус более-менее подробно насколько мне это позволяет надеюсь вам понравилось ваш лайк будет говорить о том что вам это все действительно нравится и вы хотите видеть когда-нибудь формат такой еще раз ну а с вами был dream задавайте ваши вопросы уже в чате на стримах постараюсь там тоже ответить всем пока